Приветствую вас. И знаете, проблема заключается в том, что ее не так просто решить. По факту, по сути, вам нужно двигаться в несколько направлений. Первое направление – это обеспечение другого примера для реберка. То есть, вот шли, он видит в качестве своего идеала отца. Но отец может ошибаться. И это нормально. Другое дело, что ребенок этого не просто не понимает нам сейчас. Ему кажется, что папа всегда прав. Это, конечно, не хорошо и не плохо, только он так думает. Это нормально в его возрасте. Но раз образ поведения пошел оттуда, то таким же образом его нужно и вытеснять. То есть, в идеале, вам желательно устроить свою личную жизнь так, чтобы ваш другой мужчина, ваш новый мужчина, показал бы сыну, что он выступает не вверх. И это послужило бы для него, конечно же, не моментальным переориентированием на новое поведение. Нет. Но это, по крайней мере, дало бы ему понять, что есть другая точка зрения. Меньше восхищаться отцом он бы не стал. Но увидел бы другую форму поведения мужчины. И, возможно, это положило бы начало изменению в его поведении. Следующее, вам, в принципе, тут сказали, что вы жертвы, и что вам нужно избавляться от этого направления своего поведения. Я думаю, что повторяться не имеет смысла. Поэтому, я думаю, если вы захотите поработать именно с собой, то вы это сделаете. Вопрос изначально ваш звучал про ребенка, и про ребенка я вам постараюсь помочь. Значит, следующий момент, который уже касается непосредственно вашего сына, он такой. Вот, вы выключили мультики, а ребенок начал пытаться вас ударить. Понимаете, если вы будете в ответ показывать, что вам больно, это означает реакцию. Реакцию на его поведение. По сути, этот реакция означает, что он победил. Он смог вас как-то, значит, обыграть. И вы, даже если не сдались, то, по крайней мере, выступили как странное потерпевшее поражение. Показывать, что вам больно, не нужно. Думаю, вы можете справиться с пятилетним ребенком на данный момент. То есть, его не нужно бить в ответ. И орать на него тоже нельзя. Ну, не стоит, по крайней мере. Нужно просто удерживать его. Удерживать, чтобы он вас не трогал. Чтобы он вас не бил. То есть, поймать его за руки, допустим. И дать ему время, чтобы, вот, агрессия, аффект прошел. Он полностью энергия выплеснулась. Он устанет. Вы, как взрослый человек, по идее, сильнее его на данный момент. Он устанет. Задвигнет. И тогда вы ему спокойно скажете, что, если он хочет посмотреть мультики побольше, больше времени уделить просмотру мультфильмов, то, соответственно, ему потребуется сделать что-то другое. То есть, не бить вас, не использовать силу, а сделать что-то другое. То есть, что-то полезное, что-то хорошее, что-то правильное, верное и положительное для вас. Если он будет продолжать пытаться использовать грубую силу на вас, то в таком случае, опять-таки, когда он будет спокойный, скажите ему, что вы будете давать ему мультики смотреть меньше, потому что не приемлете такого поведения. И после этого придерживайтесь данного слова, данной стратегии. Если сделала что-то хорошее, получил больше просмотра мультиков. Скажем, там, на полчаса, на полчаса, на полчаса и так далее. Придется член для жертвов, чтобы дать ребенку стимул для формирования нового поведения. Но если он все равно продолжит вас кидаться на вас, то в таком случае, вы позволяете ему смотреть меньше мультики. И тонкость заключается в том, что если ребенок поймет, что вы сделаете так, как вот вы сказали, в любом случае, и не проявите слабость, не проявите, значит, пораженческое настроение, то тогда у него не будет другого выбора, кроме как принять ваше мнение и ваше поведение. Потому что на данный момент он не считает, что вы слабы, но вы слабее его, что вы можете поддаться его давлению и делать так, как он хочет. Да, нужно будет проявить характер, да, нужно будет проявить упорство, проявить стойкость, да, может быть придется немножечко применить физическую силу, но лишь как бы в контексте сдерживания, сдерживание. Знаете, есть такое понятие сдерживание агрессии, наверное, слышали. Сдерживание агрессии означает, что страна, так сказать, сдерживающая страна, обеспечивает все необходимые меры, чтобы не позволить агрессии действовать разрушительно, но при этом не переступая по силе ее, а так, чтобы не навредить и самой, не стать агрессором. Вам необходимо просто эту агрессию сдерживать, ждать, пока она пройдет, потому что это эффективное состояние, скорее всего, обида, зло, и после раз за разом повторять одно и то, что, если он хочет смотреть мультики больше, будет что-то для вас делать, если будет везде себя так же, то, соответственно, будет смотреть мультики еще меньше. И если потребуется, то он вообще мультиков смотреть не будет. То есть, допустим, за каждое такое вот его проявление вылез, лишает его там, допустим, 15 минут. 15 минут просмотра в мультфильме, скажем так. И при этом нужно понимать, что не нужно ругаться на ребенка, не нужно как-то менять с ним общение, но, напротив, нужно сделать так, чтобы ваш диалог, ваше взаимодействие абсолютно ничем не отличалось, по крайней мере, с вашей стороны. Вот вы как с ним общались, так с ним общались, вы как с ним разговаривали, так с ним и разговаривали. Ничего абсолютно не стоит менять в своем поведении в зависимости от ситуации. Тогда ребенок будет понимать, что вы никак не реагируете на его поведение, никак не позволяете собой управлять и просто примет вашу точку зрения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, запрашивайте, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok